Метеорит И в космос на месяц Задача – посмотреть, выдержат ли микроорганизмы космическое путешествие А главное – мощнейший перегрев, которому они подвергнутся на пути домой Носитель проходит через плотные слои атмосферы Где перегрев, значительный перегрев Который просто настолько силен, что он просто обладает активностью бактерицидной, биоцидной активностью Сымитировать падение метеорита с микробами пробовали и раньше Подобный эксперимент проводили и европейские микробиологи Однако тогда при спуске бактерии не выдержали высоких температур Российских ученых это не остановило Выбрали самые термоустойчивые микроорганизмы Мы просто вдохновленные опытом наших европейских коллег Решили просто расширить спектр тех микроорганизмов, которые там были внесены Сторонников гипотезы подспермии, то есть занесения жизни из космоса, все больше Главный аргумент – найденные в некоторых образцах метеоритов – окаменелые останки настоящих микробов Если вы найдете остаток слона или остаток тигра или что-нибудь в этом духе Вы же скажете, что это жизнь Правда? Так вот в метеоритах находят остатки, ну правда, не таких высокоорганизованных организмов А только бактерий или, может быть, низших эвкариот, то есть организмов с ядром А если это приносится с метеоритом, а метеориты, как правило, старше, чем Земля То, соответственно, вы должны сделать вывод, что эта жизнь была где-то в другом месте А потом была занесена Водород и углерод – одни из самых распространенных химических элементов во Вселенной Поэтому удивляться таким необычным находкам в метеоритах нечего, уверяют ученые Наша углеродная жизнь не такая уж и уникальная Вода, между прочим, которая является растворителем для поддержания углеродной жизни Самое распространенное во Вселенной и самое примитивное, простое соединение – H2O Воды настолько много, что не использовать ее в качестве поддерживающей среды природа себе не может позволить Это самое распространенное соединение Однако что или кто доставил микробов на Землю – вопрос по-прежнему спорный Кто-то утверждает, что жизнь принесли вовсе не метеориты, а кометы, в составе которых есть вода Возможно, разрешит этот спор запуск аппарата «Бион», который запланирован на этот год